Всем привет, а сейчас я хотел бы сделать реакцию на канал Вика Бризи, а это видео называется лайфхаки нашествия зомби. Поехали! Это что, зомби? Апокалипсис? Бум! Шоколадка! Всем огромный привет, ребят, с вами Бика Бризи, и это вновь акция лайфхаки от Флинта. Как вы помните, всю эту неделю мы говорили о пробках, о машинах, о дорогах, вы предлагали свои советы, свои лайфхаки, как проводить время в дороге, как упаковать чемодан, как не опаздывать, ну и так далее. И пора подвести итоги этой недели. У нас вновь 5 победителей, самые креативные идеи, самые трешевые варианты, так что я не буду тянуть, и мы сразу перейдем к нашим победителям. Итак, вопрос понедельника от Флинтов звучал так. Чем полезным занять себя в пробке? Что победитель Спрута Афишу предложил нам познакомься с другими участниками пробки, чтобы чем-то себя занять. Окей, но я могу сказать, что не все участники пробок бывают адекватными. Ну-ка, познакомьтесь-ка я. Молодой человек! Молодой человек! Меня зовут Беназир, а вас? А саламайка у меня, а с ним зовут братушка. Как дела, эй? Че делаешь? Че мучаешь? У нас там ковры, баньки, вообще не видишь. Вообще-то... Зря я вообще начала ознакомиться. Вот что, нормальная девчонка? Девушка! Девушка! Меня Беназир зовут, а вас как? Здрасте, меня Диана зовут. А слушайте, у вас случайно не будет пилочки? Я вот только что за маникюра вышла, 4 тысячи заплатила за просто, чтобы попилили оформу. Дальше второй вопрос. Как выспаться за 15 минут? На что наш победитель Араилы Тейджа Парова предложила нам? Хочешь быстро выспаться? Думай, что через 15 минут случится апокалипсис. Как ты туснешь, когда соседи мешают спать? Какие-то 15 минут! А ты представь, что через 15 минут апокалипсис начнется и уснешь. Это что такое вообще? Это что, зомби? Апокалипсис? Хоп! Так-так-так-так-так-так, не жрать, платан. Не жрать, не жрать, я свой. Не жрать, не жрать. Мой вон нафиг! Какой апокалипсис? Спать! Третий вопрос от Флинтов. Как проехать зайцем в общественном транспорте? На что наш победитель Спичка предложил нам, чтобы проехать зайцем в общественном транспорте? Надень костюм зайца! Это ж так просто! Заяц! Ничего себе! До конца улицы! За 200! Поехали! Вон вот здесь справа припаркуйся! Все! Все, погоди! Эй, что за фигня? Где мои бабки? Эй, я в общественном транспорте не плачу! Тебя тем более не запашляю! Четвертый вопрос от Флинтов. Как быстро упаковать чемодан? На что победитель Айдос Мустафин посоветовал, чтобы быстро упаковать чемодан, нужно обладать сверхспособностью, как у Флеша! И последний вопрос, как перестать опаздывать? А победитель у нас и Зайка И! Пойти в армию! Все хотят в армию, чтобы просто не опаздывать! Фамилия! Рзаев! Еще громче! Рзаев! Это тебе армия! Только 13 сделал, Рзаев! Да, еще не падать! Еще! Еще говорю! Еще, Рзаев, будешь опаздывать? 36! Это... В инстаграме, в фейсбуке, вконтакте! Рассказать об этой акции всем своим друзьям! Быть на позитиве! Предлагать свои лайфхаки и советы в комментариях под постами на странице Флинтов! Еще раз повторяю, что все условия конкурса в описании к этому видео! И не забывайте, что участие могут принять только граждане Казахстана и Кыргызстана! А также хочу напомнить о фотоконкурсе, где вы должны найти креативное применение стикером, который вы найдете в акционной упаковке Флинта! С вами была Бика Бризи! Творите, любите, будьте креативными! Увидимся в понедельник! Бум! Очень веселый эффективный! Ну вот это вот насчет зайца мне очень понравилось! И на самом деле мы тоже один раз пробовали, но мы не костюм зайца одевали, а просто маску, страшную маску одевали! И нам это помогло, потому что кондуктор, который сидел в автобусе, мы в общем не обращали на нее внимания! И в общем проехали так, где-то 5 остановок! Ну и вот... А еще хотел спросить, а как вот она записала насчет зомби, да, как она смонтировала? Неплохо-то получилось! Наверное, в какой-то программе, я думаю! Ну а на что насчет пробок? Я в принципе согласен, можно, если есть поблизости человек, с кем ты можешь поговорить, то это, я думаю, облегчит время провождения пробки! Ну что ж, спасибо за просмотр! И увидимся в следующем видео! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok